Я еще хочу сказать одну вещь. Я ехал в машине, не сегодня, пару дней назад, и просто слушал радио на... Говорите, я думаю, это были Рэшет Бе, это Машу Козе, я не помню точно. И они интервьюировали одного человека, который назвал себя выражением, которое я никогда раньше не слышал. Мы знаем, есть такое выражение «кипа с руга». Слышали такое? Мы носим тоже часто кипа с руга, сионистки, сионистки направлены. Он назвал себя кипа шкуфа, прозрачная кипа, то есть, которая не видно. И его спросили, ты что, воспитывался в религиозном доме? Он посмеялся и говорит, я воспитывался в кибуце шумер. Если вы понимаете, что такое кибуц шумер, это самое цимес шел антирелигиозного, то есть, более антирелигиозного места нет. И он говорит, я воспитывался там, где в Бога не верили вообще никак, но нас объединяла только сионистическая идея, идея вот наша эрать. И он говорит, но сейчас происходит нечто непонятное. И во многих, это была светская передача, и во многих слоях светских израильтян пробуждаются чувства Господа. И он говорит, во многих кибуцах, у них даже синагог нету, потому что там от начала их не строили. Так они собираются просто в клубах, башабатот, и они молятся, как они могут молиться? Ну, кто-то с сидуром, кто-то, как могут? Все-таки в традиции есть как. И диктор, и интервирующая сказала, так что, вы хотите сказать, что все это можно обозвать цаадей-машиех, шаги приближающегося мессии? И он говорит, ну, я не знаю, как по-другому это назвать. То есть, это светские люди. Я к чему говорю? Мы сегодня должны просить Бога, чтобы Он дал. Мы верим, что наш путь, который Господь дал нам по своей милости, пусть в Ишуа истина. И мы должны просить у Бога милости. Не на себя все время только смотреть, а увидеть нишу, который сейчас засветит Израилю, тот эмет, ту истину, которую Он дал нам давно. Может быть, мы люди незнатные, мы, может быть, люди не особенно грамотные. У многих из нас, возможно, иврит хромает. Но Павел нас ободряет в послании к Коринфянам. Он говорит, много из нас крутых людей нет. Но, Он говорит, можно мудростью Божьей посрамить, то есть, там написано, юродством пробоведи, можно посрамить даже мудрость человеческую. Почему я говорю это? Сейчас какое-то особенное время. Даже хилоним, светские люди, вдруг стали называть себя кипашкуфа. То есть, мы не соблюдаем бемлоо в полноте, там какие-то традиции или все, но мы чувствуем, что Бог включил свой магнит. Нам сейчас нужно друг друга, сами себя спросить вопрос, а как я могу в этом движении показать людям более специфический путь, то есть, путь к Господу, но там есть путь, который называют Ешуа, а не Дер-Хахаим, я путь жизни. Как нам показать его? Вот это вот Эдгар для нас. Пусть Бог поможет нам в этом. Давайте будем поклоняться.